Новогодняя сказка Рубят, брызги летят. Правда, брызги эти замерзают прямо в воздухе. Работа на карьере кипит целыми днями и при любой погоде. Кто трудится, тот не мерзнет, говорят рабочие, отряхивая одежду от зальеневших капель. А вот техника на такие холода не рассчитана. Цепи у пилы замерзают, рвутся, а двигатель порой приходится отогревать. Ну это сталь, металл, он замерзает. И в итоге рвется все. Задача у рабочих сложная. Расчистить лед, расчертить ровные полоски, выпилить кубы и извлечь их из воды. Размеры ледяных глыб 30 на 60. Толщина зависит от толщины льда. Сейчас на миллионнике она от 18 до 30 сантиметров. Углы у всех деталей должны быть прямыми, стороны ровными. Иначе будущий городок не сложится. Нам надо порядка 8 тысяч кубиков таких. Ну я думаю выйдет больше. То есть около 10 будем делать. Каждый такой блок весит порядка 50 килограмм, поэтому поднять их наверх практически невозможно. Для транспортировки на берег рабочие используют вот такие щипцы. Сейчас я попробую сдвинуть два блока с места. Вместе они весят около 100 килограммов. Вот щипцами нужно зацепить. И... О-о-о! Ну это очень тяжело. 15 мужчин справляются с перетаскиванием блоков куда лучше. В день им удается добыть до тысяч ледяных кубов. Их складируют на берегу, а потом отправляют машинами в самый центр города. Здесь без гвоздей и молотков три художника создают сказочный город. Из материалов только вода, жидкая и замерзшая. А также нехитрые инструменты, те же пилы и щипцы, что и у рабочих на карьере. Сейчас только начальный этап. Художники строят основания для скульптур. К резьбе приступят позже. Лед-материал капризный. Идеальный результат получается лишь при температуре от минус пяти до минус десяти. Минус пять, он одной консистенции, одной вязкости. То есть он податливый, легонький такой, в управлении там и так далее. Минус тридцать, он уже такой серьёзный дядька встаёт, с ним уже сложнее бороться. В планах мастеров из Ижевска соорудить 12 арт-объектов. Вдохновляться художники будут литературным творчеством Павла Бажова. Превратиться из его сказов в быль. Должны и каменный цветок, и хозяйка Медной горы, и серебряная копытца. Во всей красе и с подсветкой они предстанут горожанам в середине декабря. Евгения Дёмина, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. Ноябрьск засияет новогодними огнями в середине декабря. Как рассказали в администрации города, включение праздничной иллюминации в Ноябрьске и Вангапуровском планируется приурочить к открытию ледовых городков, то есть к 15 декабря. В городе лампы и гирлянды включат на улицах Ленина, Советской и 40 лет победы. Освещение будет аналогично прошлогоднему, и перед началом работы работоспособность ламп проверит специальная комиссия. А вот в микрорайоне Вангапуровский в этом году запустят более тысячи метров новых гирлянд. В районе Вангапуровский новогодняя иллюминация в прошлом году была полностью заменена на светодиодную, 1200 метров. То есть там ревизии не требуется, она будет введена в строй. Автор интернет-сообщества «Книжная среда» Кристина Куплевацкая вошла в число финалистов премии «Литблог». Это первая премия в России среди литературных блогеров. Эксперты, в их числе известные филологи, писатели и литературные критики, выбирали лучших из 60 номинантов. На суд-жюри кандидаты представили свой блог, который по конкурсным условиям должен существовать больше года, а также выслали свои книжные рецензии. В результате было отобрано 15 финалистов. Большая часть из них – москвичи. Кристина Куплевацкая стала единственным представителем Ямала, которая подала свою заявку. Но станет ли она победителем, будет известно 4 декабря. Я просто читала о том, кто вошел в шорт-лист большой книги, и там же была новость о том, что объявили о начале приема работ на первую премию «Литературный блог». Были сомнения, у меня резко развился синдром совозванца. Я долго сомневалась, можно ли назвать «Литблогом» то, что я делаю, могу ли я претендовать на какой-то приз. Но я думаю, что у людей, которые делают что-то творческое, это им присуще. На одной сцене музыканты с мировым именем и начинающие ямальские артисты. Так завершился самый масштабный в регионе фестиваль классической музыки, где рождается искусство. Музыкальный праздник проводится в нашем округе второй год подряд. Благодаря программе социальных инвестиций родные города компании «Газпромнефть». Педагоги московских консерваторий во главе с пианистом с мировым именем Юрием Розумом дали мастер-классы в Ноябрьске и Муравленко. На занятиях побывал и наш корреспондент Оксана Зычкова. Пальцы порхают над роялем, мелодия разливается по залу. К сегодняшнему мастер-классу Диана Галлингер подготовила сразу два музыкальных произведения, написанных Бахом и Шопеном. Девушка не раз выступала с ними на конкурсных площадках, занимала призовые места. Но перед виртуозами такого уровня играет впервые. Мне очень пригодились уроки, которые мне рассказал Юрий Александрович, Данил Сергеевич, потому что я хочу поступать. И очень полезен их опыт. Юрия Розу мастер-классы детей проводит вместе со своим бывшим учеником Даниилом Контуашвили. Еще в прошлом году они успели оценить высокий уровень преподавания и подготовки учащихся на Ямале. Говорят, с каждым годом этот уровень только растет. Ты всегда ее очень быстро. Педагоги Московской консерватории провели с юными талантами уроки игры на фортепианной гитаре, а также преподали теорию музыки и академический вокал. По просьбам ноябрьских преподавателей были проведены мастер-классы под направлением флейта и труба. Для них какой-то дополнительный пример того, чего можно достигнуть в профессии, кем можно стать, что можно сделать. Они видят это и получают для себя, я думаю, большой на будущее пример, наверное, таким образом могу сказать. В этом году фестиваль, где рождается искусство, отмечает свой 10-летний юбилей. За время существования он побывал практически во всех регионах России. В Югру и на Ямал музыканты приезжают благодаря программе социальных инвестиций родные города компании «Газпромнефть». Это компания, которая очень много делает для российского искусства. Это и фестиваль кино «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Это грандиозный совершенно музыкальный фестиваль, большой, который проходит в Сербии. Компания настолько много вкладывает своих ресурсов именно в культуру, русскую культуру. И у нас в стране, и за рубежом. Мы, конечно, очень заинтересованы в сотрудничестве с ней. Финальным аккордом фестиваля стал большой концерт классической музыки, где на одной сцене выступили и известные музыканты, и юные таланты. Оксана Зачукова, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Арктика-Медиа присоединилась к благотворительной акции «Сотвори добро и получи надежду». Теперь в здании по проспекту Мира, 78В, установлен специальный ящик для пожертвований, куда все желающие могут опустить 200 рублей, а взамен получить яркий браслет. Собранные деньги пойдут на лечение детей. Специальный прозрачный бокс для пожертвований прибыл в Ноябрьск из Салихарда. Его опечатали и установили в холле компании «Арктика-Медиа». Организатор благотворительный фонд «Ямени», а телеканал «Ноябрьск, 24» стал официальным партнером акции. Сбор средств продлится до 28 декабря. На улицах Ноябрьска стали чаще замечать диких животных. Это и понятно. Зимой найти корм в лесу сложнее, и звери идут к людям. Горожан такое соседство не смущает, и даже наоборот. Но так ли безопасны эти встречи, узнавала Юлия Левачева. Приманитесь снять на видео. Уже вторую неделю в сети появляются ролики, где главная героиня – лиса. Горожане зверя подкармливают, говорят, ведет себя дружелюбно, может и не дикая. Но таким оптимизмом заряжены не все. Вспомнить хотя бы случай в начале месяца, когда в город забрел медведь. Животное пришлось застрелить. Всего лишь было три случая, когда дикие животные, конкретно медведь, выходил в город. И это не ежегодные выходы. Ну, раз в 10 лет бывает такое. Ну, лисы чаще. Дело в том, что та лиса, которую снимают, она уже не первый год обитает в районе нашей реки. Рыжую звезду интернета в шутку называют местной. Но медики призывают животных не трогать. Неважно, лиса или бродячая собака. И те, и другие могут быть переносчиками вируса бешенства. Для человека это повреждение нервной системы и летальный исход в большинстве случаев. В ноябрьске таких трагедий не было, чтобы и впредь не появились, если вас укусили или поцарапали. Дорога в больницу. В интернете то, что люди между собой переписываются, то, что вот 40 живот уколов будет ставить, мы не пойдем в больницу. Сейчас вакцина профилактика проводится в течение трех месяцев. Ставятся шесть уколов. Сейчас подопечных у Николая Костюка только собаки. Но в свое время в клетках жили и лисы, и полярные совы, которых привозили волонтеры. После выздоровления животных отправляли в лес. Ветеринар рассказывает, нет никакой разницы, спасать домашнее или дикое животное. Помощь нужна всем. Сколько еще животных забредет в город этой зимой, неизвестно. Но в погоне за фотографиями или уникальным видео рисковать здоровьем и испытывать судьбу не стоит. Если встреча оказалась неожиданной, шумите, и зверь не подойдет. Юлия Левачева, Александр Иванов, Наиль Нафиков, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24.